Ярко и щедро. Примерно так сто лет назад отмечали древний весенний праздник Саиль Кушкарата. Праздник весны или празднество племенного барана всегда сопровождался демонстрацией племенных пород животных, национальными играми и народными гуляниями. Праздник зародился у истоков реки Кушкарата. Согласно истории, именно здесь много веков назад появился Шамкент. Если раньше, отмечая Саиль, люди приносили в жертву барана, прося о благополучии тучных стад, то теперь организаторы решили ограничиться конкурсом племенных баранов-производителей. 17-летний Максат Талибхан – самый молодой участник конкурса. Парень представил каракулевую породу баранов, выращенную специально к празднику. «Бараны выращены в овцеводческом хозяйстве города Туркестан. Это считается элитной породой. У нее очень вкусное и нежное мясо. Вес взрослой особи доходит до 65 килограмм». Удивительную силу демонстрировали полуаны. Чтобы победить в состязании, силачи должны были приседать с 60-килограммовым бараном на плечах. Однако не всем участникам ноша оказалась по плечу. В итоге в конкурсе на силу и выносливость победил полуан из Созакского района Акбар Елюбаев. Он сумел сделать 70 приседаний. «Баран оказался тяжелым. Было непросто приседать с ним. Но я старался изо всех сил». В это же время оселить друг друга пытались и юные борцы. Они сошлись в рукопашной схватке, стараясь свалить друг друга с ног. В рамках фестиваля прошли соревнования по национальным видам спорта. Вдоволь насмотревшись зрелищ, горожане отправились к богато накрытым столам. Ароматные баурсаки, сладкий чак-чак, золотистый толкан. Блюда для Дастархана Дружбы готовили сообща. Это культурные центры области. «Мы всю ночь готовили на Урыскожье, пекли баурсаки. Я, как председатель татаро-башкирского центра, принесла, конечно, наш традиционный чак-чак. Я думаю, это мероприятие сближает все этносы между собой». А какой праздник весны без традиционного угощения на Урыскожье? Приготовленное в Союзе дружба и единство народов, проживающих на территории области, национальное угощение пришлось по душе всем. «От души надо делать, готовить. Праздник Саиль-Кушкарата за два года полюбился горожанам. Об этом говорят неподдельные улыбки на лицах детей и взрослых. «Мы приехали в гости с Дальнего Востока. Ну, очень красиво. Во-первых, ну, раньше я здесь жила. Качкарата очень изменилась. Сделали очень красиво для людей. Все сделали. Праздник организовали очень хорошо. И детям можно где погулять, повеселиться. Молодцы. Просто отлично все». «Этот древний праздник нужен шимкенцам, чтобы горожане научились бережно относиться к реке Кушкарата. Это наша история. Мы должны ценить прошлое». По словам организаторов, в будущем праздник должен привлечь внимание не только жителей города, но и туристов из других регионов, в том числе и иностранцев. Существует поверье, что вода в реке Кушкарата обладает целебной силой. И тот, кто попробует ее, обязательно будет возвращаться в Шимкент вновь. Продолжение следует...